и всем привет с вами канал артмания и смотрите что мы с вами сегодня будем пробовать сегодня у нас с вами на кухне по болтушке как это было когда-то раньше вспомните наверное это было действительно это было до ремонта как видите у меня здесь стена совсем другая из этой стеной здесь снимаю видео именно такой вот когда я буду перед вами кушать и пить чай впервые хотя честно говоря после ремонта прошло уже полгода прошло шесть месяцев я про этот момент просто забыла о том что я снимаю вернее нет конечно не забыла но было некогда было лето выходные дачи там потом туда сюда какие-то там разные проблемы болезни все такое и наконец-то я дома осталась одна сегодня сейчас вечер сейчас у меня час ночи не сказал час ночи у меня зимочка у меня у бабушки я одна дома наконец-то блаженство вот и решила вместе с вами поболтать попить чай я уже себе чай налила вот такой стакан здесь 600 миллилитров или даже 650 где-то так вот нелела немножечко макияж вот чуть-чуть лицо себе чуть-чуть реснички накрасил как это когда-то я делала с ребенком не успеваешь ничего губки накрасила розовый цвет чуть-чуть там волосики туда-сюда кстати новая кофточка в ее как-то видео очень давно несколько лет года три назад ее купила первый раз сегодня дело первый раз я думаю вообще на будет облегать меня ну во мне она мне прикать но нет она прямо это висит такая легенькая такая классно на длинненькая вот тут вот такие вот рукава розовенькая такая вся у меня кстати капюшон классный уважаю такие длинные капюшоны которые вот просто так все закрывают а вообще мне очень нравится но принципе за капюшон по-моему я ее и купила так болтать мы с вами будем сегодня обо всем по чуть-чуть так чай у меня кстати вот такой по моему на него даже был обзор я уже не помню мне очень безумно понравился первый чай который когда я купил он стоил очень дешево то вторая пачка уже она стала стоит довольно дорого я теперь его растягиваю стараюсь пить только когда вот мне прям захочется такого прям зеленого зеленого чая вот и конечно же да мы с вами будем как всегда пробовать сегодня вкусняшки сегодня у нас такая сладость цена сегодня зефир а него кондитер кондитерская фабрика него зефир такой прям зойку милый 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 нарисован прям смотрите какой классный вот и также у нас сегодня на пробу с вами чикапай со вкусом апельсина орион познать я опять забыла какой из нас ой господи какой из них копия какой натуральный то есть есть орион есть латте по-моему латте это оригинал а орион нет или наоборот вот я не помню пишите в комментариях фикс прайс который продается по моему орион мне кажется или латте орион это какой-то знаете больше к российскому названию по моему канал был такой по телевизору орион а латте это какой-то больше иностранная но я помню что было наоборот наверное латте по моему продается фикс прайсе орион наверное вот как раз заграничная ближе тут просто нарисован какие еще бывают вот будем будем с вами его пробовать еще вот так же у нас возможно покушать с вами конфетки здесь у меня конфетки значит это последнее время подсела на конфет красная шапочка как-то сюда детстве и взрослым всегда по жизни относилась к ним так вот нормально нормально хорошие конфеты не то что там маска вот масками и нравится ромашка там вот какие-то еще ласточка там я не знаю как-то так не очень вот именно красная шапочка мишка и еще были раньше очень вкусный куйбышевский сейчас они вообще не очень к ним я относилась ну так вот хорошо но не так что прям есть их прям вот много есть вот такого никогда не было последнее время почему-то он мне реально прямо на них очень сильно тянет и я хочу купить килограмм этих конфетки больше сейчас пятерочка нас на них акция сегодня я даже посчитала хотела посчитать под камерой вместе с вами но передумала короче там надо мне набрать чтобы не получился килограмм надо набрать мне 77 штук и знаете честно говоря когда я узнала что мне надо набрать 77 штук я вспомнила как я покупала целый килограмм как я господи уже забыла баунти да баунти и я помню как я их так накладывала пересчитала 1 2 там 23 30 там 40 на пятьдесят пять пятьдесят шесть и уже муж подходит на тусь но ты скоро подожди подожди ты меня сейчас еще то забыли а что ты там где что-то там считать а это скоро и вот это вот начинается так 56 57 лет я не сдамся 50 80 60 60 вот это вот считаю 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 и для меня знаете было самым главным это вот и наступил ровное количество которое мне было нужно просчитать их то есть положить купить прийти домой то есть посмотреть в чеке сколько у меня получил получился меня там килограмм или нет и дома их еще добавок взвесить чтобы точно узнать получился к вам вот вот это вот у меня было именно цель а не просто взять там накидать так знаете как брошь это когда покупаешь килограмм конфет магазин так вроде есть нет что-то легкий нет по-моему нет раз еще 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 докладу мне кажется легкий накладываешь накладываю так целый мешок такой накладываешь что с этим с мандаринами у меня был по-моему нет килограмм давай еще 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 взвешиваешь там домой приходишь чек сможет три килограмма да кстати на заднем фоне наверно вы видите у меня салпадеин таблеточки все знают что это обезболивающие кстати очень очень хорошая вот сегодня я была у стоматолога и сегодня я лечила зубик два зуба вернее у меня была так вся часть вот этого замороженные на эти оказалось что мне вот эта губа такая огромна как у макаки вот так как будто отвисает у меня вот так половина глаза заморозилась вообще как-то было непривычно моргать и половина носа я чувствую что у меня здесь слизистая как будто высохла то есть одна ноздря дышит а другая не очень дышит блин это было такое непонятное чувство я еще сказал врачу что у меня полглаза уже не имела она сказала что бывает такое что глаза как будто раздвойняется все я подумал что сейчас я выйду на улицу мне будет точно такой же решил вызвать такси посмотрела такси мама сказала что такси дешевое в убере то есть от этого дома до моего дома где-то меньше километра ну метров не знаю 500 может быть даже меньше наверное то есть даже если вот по дороге там спуститься вот чуть-чуть вот там буковка п небольшой один квартал так проехать то есть напрямую один квартал там сто тридцать восемь рублей нет я думала рублей 50 52 там где-то вот нет что-то я не готова пошла пешком но нет нормально дошла все супер было просто темно уже я по темноте сейчас не люблю гулять и люблю ходить по темноте особенно в таких вот закоулочек где мало людей не знаю не нравится мне как бы не видишь там что происходит вдали и от этого вот это вот меня наверное все и пугает то что я могу вовремя не увидеть друг собака выскочит друг еще что-то вечером дайте захожу подъезд уже там стоит сосед это видео смотрит на что супер захожу уже ничего не боюсь значит как тирана смотрел чтобы никто не пошел то есть меня здесь вот так мама учил вызываю лифт стою что этот лифт и тут заходит какой-то бомж босиком то есть сейчас у нас на данный момент ноябрь начало ноября на ролик выйдет с опозданием снега еще нету сегодня кстати шел чуть-чуть снег было холодно вечером наверное нет днем по-моему плюсовая была плюс 8 где-то так мы запрос меня телефон не было написано минусы поэтому я думал что был плюс вот и весь грязный какой-то вонючий такой вообще лицо какой-то все грязно и он начинает что-то там говорить а я стою так вот маски тут у меня шапку то есть так одни глаза он будет пустите меня с собой в лифт я про себя думаю наташа нет нет я просто отхожу говорю езжайте а про себя думаю блин у него же должно сработать что девушку надо пропускать надо пропустить пускай но уедет то есть ну как бы получается что как будто бы как очередь да то есть я пришла 1 лифт вызвала и он меня должен пропустить то есть я первое вызвало а получается что я его вынуждена пустить чтоб он ко мне не зашел в лифт потому что я не люблю ездить в лифте с кем-то пускай это будет мужчина пускай это будет женщина знаете как все время происходит ездишь в лифте смотришь на эти двери смотришь сбоку стоит человек и вот это вот все слушаешь и думаешь интересно сейчас вот этот человек скажет какую-то речь или во мне что-то не так вообще что происходит я вот это вот я каждый раз слышу так ну давайте с вами заболтал немножко кстати здесь написано что здесь лайм если не особо чувствуется лайм по моему просто зеленый чай просто обалдение обожаю зеленый чай кстати у нас еще сегодня хочу я вместе с вами такие попробовать вот такой напиток хотелись написано от кофе кола я читал когда шла сюда читала с этой стороны кофе конечно не очень хотела потому что мне сейчас спать уже скоро ложится кола кола супер ну может быть вот еще спрать сегодня справиться хотел купить захотелось мне лимонад и вспомнила еще с ним и детство свое как он с ним было связано так вот это потом это потом давайте с вами откроем зефир так или зайка про милый 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 чувствую мне нужен нож что ли нету хвостиков здесь подцепиться нет сейчас я ножик возьму да кстати начала я с вами говорить об одном закончил совершенно другой так вот этот супа дым у меня так сильно болела голова эти дни прям уже несколько дней подряд я не знаю это было что-то с чем и зуб болел и голова и вообще конец как то лекарство мне помогло потому что анальген мне вообще не помогал что ты одну таблетку и пила вторую таблетку этого и не как так я смотрю меня там садится батарейка давайте сейчас еще батарейку поменяем и мы с вами дальше уже продолжим на долго 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 вот ей вернулась надеюсь картинка и сильно поменялась не ближе не дальше стала вот это обычно болтаж болтаж батарейка садится пока идешь что меня сюда сюда и вот их забываешь о чем я болтал кстати довольно маловато так они выглядят такие необычные такие как будто знаете знаете как будто они сверху полиции белым шоколадом на вид кажется не сломаем может быть может и нет да скорее всего так и есть опять у меня насорил и вчера только-только мопсик прошел мопсик это у нас пылесос робот пылесос кто знает на них на него кстати есть отдельный обзор как как он работает да пахнет кстати пахнет как его как будто знаете то ли ванилью кстати фонет для меня особенно когда магазин заходишь очень классно пахнет ваниль когда я приносишь домой нифига ничего не пахнет ваниль для меня это какой-то запах детства не знаю почему но я помню что у нас дома всегда пахло ванилью какие-то были видимо кашки с ванилью или не значит я думаю спросить мягенькие такие немножко кисленькие такие знаете необычные обычно у нас как получается то есть зефир чистый зефир а тут зефир полит белым шоколадом а либо бывает зефир обычным шоколадом полит да шоколадом шоколадом а тут белым что-то необычное стандартная да кто-то уже придумал более что-то такое необычное всего 8 штучек компанию из 8 человек можно скинуться и купить тут розовенькая там тоже по-моему была розовенькая она такая знаете еще как притерно сладкая все таки такая прям сладкая как вору и вот 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 обалденно такая сладкая что хочется пить угощайтесь пожалуйста угощайтесь мои подписчики дорогие, любимые сразу забыла у вас спросить ремонт мы сделали обзор на всю квартиру я так и не засняла но вот меня интересует вопрос а вы ждете? кто-нибудь вообще ждет обзор на мою квартиру на ремонт который я сделала? напишите в комментариях кто ждет? напишите я я, 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 я просто интересно сколько человек ждет или может никто не ждет вообще потому что просмотров я смотрю очень мало у меня стало за последние не знаю полгода наверное или год уже хотя я никуда не пропадала ролики у меня как выходили так и выходят но я не знаю что там что-то в ютубе в ютубе что-то не то где-то происходит поэтому так так пить прям хочется просто на нее кстати стакан у меня с дачи кто-то его может быть на даче видел дачу мы продали то есть все дачу мы продали дачи больше нет честно скучаю я или нет прошло не так много времени поскольку мы ее продали уже почти концу лета то есть это был уже в каком же месяце мы ее продали а это был август середина августа наверное да где-то так и потом есть еще один ролик когда мы ее уже продали то есть все мы приехали потом за яблоками чуть-чуть я там поснимала вот это был наверное сентябрь что ли потому что все яблоки созрели для меня это было как-то необычно приехать на дачу потому что я не была на даче месяц наверное целый да значит это был сентябрь вот ну нет честно пока что еще не скучаю наверное я скучаю начну мне кажется летом потому что мы привыкли каждый то есть каждый выходной ехать на дачу дышать свежим воздухом гулять по природе там то есть в природу вот это вот все вот привыкли а тут получится то есть в следующем году каждый выходной не выезжать вообще на природу вот это я начну наверное скучать ну уже кстати в сентябре в октябре вот мы приезжали в гости к моей сестре на даче уже было заметно что я очень скучаю по природе потому что приезжаешь то есть садишься в городе там вот этот вот всякая гарь то есть вот этот вот городской воздух да садишься в машину закупоренный вот этот вот едешь-едешь-едешь полчаса приезжаешь на дачу к ней открываешь дверь выходишь а там такой запах цветов стоит запах там земли песка то есть там ну вообще там всего просто там свежий воздух там дождь прошел что-то земелька там где-то пахнет блин такие ароматы вообще в городе такого не почувствуешь точно ну просто дождя может почувствуешь и вообще мне прям так нравилось уезжать не хотел а приезжаешь же в гости то есть ну буквально там побудешь часок там два как бы уезжаешь у тебя уже в гостях там не ляжешь спать на природе там не посидишь долго ну как-то все равно мешаешь людям хоть это и сестра там то есть родные люди да все равно мешаешь вот то есть на какое-то время приезжаешь побыл чуть-чуть и потом опять обратно в город да скучать начинаешь не знаю как мы будем в следующем году честно как бы у нас есть такое в планах купить дачу но мы не можем найти ту дачу которую мы хотим то есть там обязательно она должна быть обязательно поближе к сестре ну сестра чтобы было удобно дойти рядышком было и у них довольно хороший поселок то есть нам нравится там ходят автобусы по моему даже недалеко кстати от нас здесь недалеко я могу с тележки там или просто дойти пешком в случае чего потому что если от Авроры то у меня до Авроры довольно далековато и там транспорт ходит как-то раз через раз только проверено то есть эта сложных жизнь сложнее получается в 확одном поселок там есть вода питьевая то есть там ну Короче всё сложно это всё очень сложно на нашей даче мы постоянно возили воду питьевую то там она есть но мы хотим далее именно там это очень сложно те домики которые сейчас на данный момент продаются это либо сделанный домик из каких-то там досок вот таких квадратных вот как знаете как гараж какой-то и территория не очень территория ланчик с ней либо это какой-то там гараж стоит либо старый домик стоит то есть и все нам нужно чтобы был кирпичный хороший дом чтобы там было несколько комнат там две-три комнаты кухонка там была нам не надо коттедж там огромный там трехэтажный нет даже не хочу двухэтажный дом хочу одноэтажный чтобы вот эту лестнице не было потому что дима начнет бегать и скакать не дай бог упадет нет я не хочу одноэтажный одноэтажный чтобы несколько комнатек чтобы такое был компактный небольшой сад и все это сад мы засадим газоном и нам ничего больше не нашел знаете на ночь приехал и отдыхаешь ну постриг там газон может быть там яблочки собрал туда-сюда и все вот мы хотим вот так вот не знаю когда это будет я надеюсь что это когда-нибудь произойдет все-таки очень сильно надеюсь но пока нет там был один домик вам находила но мы еще тогда не могли продать свой свою дачу вот если вы тогда мы продали и могли бы купить этот домик но его уже купили то есть в этом очень классный дом и территория сад большой красивый то есть там такой хороший участок и недалеко от сестры как раз там где-то в шагу и прям доступности такой можно пешком найти там и магазин то есть у них там есть в этом поселке рядышком там и все то есть у нас на даче если магазин то это спускаешься вниз покупаешься продукты из продукта тащишь наверх то есть это сложно все очень то там несколько магазинов так вот расположен это очень круто много людей там ходит так вот у нас короче да так же кстати хотел рассказать то что я недавно переболел к видам хотела рассказать это наверное не знаю даже расскажу может в отдельном ролике но это конечно для меня было большим шоком то что я переболела как-то честно говоря надеялась то что я и никогда не переболею то что я сижу постоянно дома с ребенка выходим мы в маске но нет приехала свекровь они здесь куда-то там пошли его где-то там цепанули принесли его домой и почему-то я вот в эти в этот раз вернее довольно часто к ним приходила какие-то вещи заносила постепенно приносим не знаю я жду зачем я постоянно прихожу и они молчали что они болели уже вот хоть бы сказали там наташ что-то нам плохо одень маску то есть они молчали и я от них подцепила коронавирус вот как у меня закладывала нос он вообще не дышал або я не пропал это я не знаю это был кошмар правда это был ужас я боялась засыпать потому что я боялась что я во сне просто задохнусь и умру болела конечно я в легкой форме они тоже болели в легкой я тоже зацепила и болела тоже в легкой форме или форме как называется не знаю вот но с трудом кстати мне не было обаяния целых две недели и сам ужасно даже знаете без обаяния оказалось очень тяжело жить на эти мне всегда казалось тяжело жить допустим без зрения да то есть никуда не выйдешь вот просто вот на ощупь там вот да вот эту все это очень сложно мне кажется это самое сложное сложно жить допустим без слуха то есть не можешь не сказать что тебе надо и соответственно ты ничего не слышишь то есть вы сидите дома вот заткните просто вот уши на секунду да то есть вообще ничего не слышит музыка там пение птиц я не знаю там шорохи может какие-то голоса голоса ваших родных то есть да вообще тишина кстати в роддоме по знакомилась женщина у сын родился глухонемы не родился по моему стал глухонемым и она рассказала как они родители устраивали детям то есть он учился в школе где все глухонемые устраивали детям дискотеку как же они услышат они как слышат басы то есть вырубают музыку вот этот бас и дуду дуду вот она вот вибрации вот это вот они эту вибрацию чувствуют и под эту вибрацию они танцуют зарядь и дух от вибрацию почувствовать думать вот ну какой-то вот движение какая-то вот что-то такое хотя бы они чувствуют теперь понятно почему в телефонах у нас существует вибрация по вибрации может он понять что что-то пришло что-то сообщение какое-то пришло или звонит кто-то да не могут отправить сообщение то есть вот для тоже наверно выходим их вот то есть тут не всегда казалось это вот так ну думаю с этим обаяние пройдет это вернее уйдет это не страшно оказывается без него жить вообще ужасно притом это был август то есть вы еще ездили на дачу с родителями у меня мама сделана прививка от короны вирусу бабули тоже сделано то есть у всех сделано они не подцепили от меня хотя мы почти ели за мной тарелки вот и на то что я болела немножко поверхностно так вот поэтому они подцепили я хотел сказать там она приезжая на дачу да то есть представиться дача всякие ароматы запахи я не чувствую ничего и носом дышать был так было тяжело дышать это было что-то ощущение было как будто тут слизистая вот в носу там внутри просто вся высохла просто все они помогали никакие лекарства нет один помогал тизин по моему тизина называется по моему да я его купил вот он помогал вот и брызнешь то есть и все нос дышит через какое-то время дышит прям идеально мама говорила надо именно вылечить нос а не просто там его на какое-то время вот так вот таким образом поддерживать там его вылечила на тему хочу написать отдельный ролик поэтому не буду углубляться если вам интересно вы пишите комментарии то запиши ролик про ковид как ты переболела вот естественно никакую там никуда не обращалась температура у меня чуть-чуть была слабость была несколько дней так вот прям на один день я прям помню лежала не вставала уже вот на следующий день я подумал что сейчас слягу то кто будет кормить моего ребенка кормить надо что надо что-то делать там вставать надо идти была слабость нашла все равно мыло посуду что-то делать начинала чтобы вот только не лежать не сидеть и как-то вот постепенно постепенно я начала уже идти на выздоровление все это остальное я уже расскажу отдельно следующем ролике не буду сейчас углубляться давайте с вами попробуем уже наконец вот эту вкусняшечку как вы думаете она вкусная или нет пишите в комментариях ставьте лайки 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 здесь кстати чикапайка и шоколадом обычная знаете почему мне нравится чикапайка мне очень нравится вот это вот белая прослойка вот у обычных красных чикапайка их просто белая прослойка но мне очень безумно нравится вот так что у нас с вами будет сейчас обзор с апельсиновым я уже с какой-то кстати по моему делала обзор а пробовал какую-то я помню здесь тоже всего лишь 6 штучек какую тебя похожую пробовал мне приносили ее благодарность за какие за какую-то вещь узнать я раздаю вещи бесплатно ну как бесплатно за вкусняшки уже очень много отдала хлам и знаете наконец-то его осталось совсем чуть-чуть совсем чуть-чуть уже осталось уже чуть-чуть отдавать и мне даже становится жалко его не то что жалко отдавать а не хочется чтоб он заканчивался я уже стараюсь везде лазить и находить еще как-то запоминать что у меня еще где-то что-то лежит она такая как обычно всегда не бывает сейчас мы ее с вами разрежем вообще не видно прослойки ну конечно есть большущая разница того что нарисовано и того что у меня в руках что-то я прослойку здесь не особо не увидела а нет вообще-то есть еще беленькая ну ладно знаете апельсин чувствуется совсем чуточку 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 как будто он реально добавлен вот в эту вот прослойку прям капельку так кап и все этого апельсинечка в основном ну просто чикапальтос капелька апельсинечка хотя там прямо нарисована большая капля но есть что-то я не почувствовала а вот тут кстати видна прослойка видимо у меня просто нож тухой и он разрезан по-другому но даже в этой кстати белой прослойки особо не видно оранжевого апельсина да его не видать почти может быть он тут есть но совсем мало хотя нет кстати вот в этой половинке апельсина чувствуется больше видимо его наверно кладут так вот чисто автоматически может быть так плюх сверху так прижали гамбургер пошел следующий плюх прижали там как растеклось так растеклось аккуратненько ножичком там все это раскладывают каждую там делают индивидуально а или как пишут там бывают какие-нибудь конфетки пишут ручная работа да и соответственно она стоит дорого то есть каждую отдельно размазывают с любовью отправляют хотя наверное не всегда так бывает наверняка если пирожки допустим покупаешь какие-нибудь мне кстати недавно в пироге попался металлический крюк представляете вот такой вот маленький где-то миллиметр ну нет чуть меньше сантиметра миллиметров семь наверное такой вот загогулино причем я ем вот с этой стороны и раз так что-то хруст я поняла что звук металлический и я такая думаю странно что это такое нашла вытаскиваем металлический крюк я еще такая думаю что это у меня что-то отвалилось там от зуба думаю ну как бы я вижу что это крюк то есть полукруглая полукруглая у меня точно не могло ничего отвалиться если бы это был штит то есть от зуба он бы был прямой если бы это была коронка она была бы целая коронка ну да у меня есть коронки на зубах потому что зубы у меня очень плохие вы знаете то есть я хоп-хоп такая прощупала тут прощупала нет все на месяц думаю странно крюк представляете ну этот пирог покупала свекровь и соответственно я ничего не стала не спрашивать потому что мы и в этот раз и в прошлый раз когда она была со свекровью очень сильно поссорились я не знаю почему но она со мной пытается поссориться я не знаю что она пытается этим добиться то есть сама по себе я такой человек что со мной поссориться очень сложно со мной можно поссориться знаете как если вот допустим просто общаешься 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 и меня каким-то словом обидеть то я просто обижаюсь либо могу высказать еще что-то и обидеться то есть и все я могу уйти от этого человека и все то есть с ним уже не общаться Особенно, если это какая-нибудь подружка, как у меня была, я вам говорила, что у меня там подружка появилась, мы так и поссорились. Два месяца прощались, она меня там обозвала, вот, тоже, кстати, хочу на эту тему отдельный ролик записать, ну, не знаю, стоит, не стоит, и мы просто, я просто ушла, и всё. Потому что мне это было очень сильно неприятно, вот, и обидчивая, обиделась, конечно же, честно, не жалею даже, вообще не жалею, я так устала с ней, вот честно. Она требовала там, чтобы я ей звонила пять раз на дню, я не успевала ни монтировать, ни накормить ребёнка, ни позаниматься с ребёнком, ни убраться, ни приговорить, я ничего не успевала. Эти два месяца для меня был просто какой-то кошмар, я уже просто сидела дома и думала, господи, зачем я нашла подругу себе, зачем, зачем она мне нужна. И вот, наконец, мой там, боженька наш сделал так, чтобы мы, наконец-таки, поссорились, и мы поссорились, я была, честно, этому очень сильно рада, потому что, блин, это невозможно было, правда, это было очень невозможно. Вот. Почему со мной пытается поссориться свекровь, я не знаю. В этот раз она приехала и просто приставала абсолютно ко всему. Там лежала, ну, они, то есть, зашли, да, пошли мыть руки. Там лежала детская мыльца. Ну, такой мыльца, Диме я даю такие маленькие мыльчики, у неё же маленькие ручки, да, и маленькими ручками ему удобно мыть мыло маленьким. Ну, оно мыло маленькое, такое не обмылок какое-то, а просто оно маленькое. Остатки там, которые я забирала с круиза, там, вот, такие вот, с поездов, там, вот, всякие, там, кто-то мне там родители привозили откуда-то, такие вот маленькие. И Дима ими моет руки, так ей не понравилось Что за мыло лежит, начала кричать Ладно Я дала мыло ихнее Которое обычно они оставляют То есть если я оставляю свое мыло То она его выбрасывает всегда Мое мыло Даже если оно новое, даже если оно в упаковке Она его выбрасывает Ну смысл я буду оставлять свое мыло Так я еще там Свое мыло могу пользоваться там Месяц целый Ну не знаю, у нас надолго хватает мыло А так она его выбросит Меня опять заново покупает Где экономия-то Я дала ей ее мыло Ее мыло ей не нравится Подавайте ей другое мыло Потом значит ей понадобилось полотенце Я дала полотенце ее полотенце И им понравилось полотенце ее Она не хочет вытираться своим полотенцем Она хочет вытираться моим полотенцем А я знаете, такой человек Я не люблю, когда моим полотенцем вытирается То есть это вот Мое там беленькое такое полотенце Это мое личное полотенце Я там по-моему хорошенько руки Вытру этим полотенцем То есть оно всегда мне беленькое Всегда пахнет ароматно То есть чуть-чуть оно становится грязное Там чуть-чуть запах появился Я сразу его стирку Не довожу, как они Они прям доводят его Там пока это белое полотенце не станет черным Таким вонючим И только потом его стирают Естественно оно не отстирывается у них Его уже потом просто нереально отстирать Вот я думаю, мое полотенце я не дам И все, я вам дала И там начался просто скандал уже Свекровь там орет чего-то там Ей это не дали, это не дали Ты с нами ссоришься Зачем ты с нами ссоришься? А знаете, так стою и думаю А чем я ссорюсь-то с ними? Она захотела мыло другое Я дала другое мыло Она захотела полотенечко Я дала полотенечко Ну в чем проблема-то я не понимаю Свекр там начал кричать Две тарелочки грязные были в раковине стояли Не успела помыться Вот, ай-яй-яй-яй-яй Две тарелочки Как будто, знаете, две тарелочки Такая огромная гора посуды Такая большая Или как будто, знаете, было ощущение Как будто они пришли к нам в гости А у нас там прям грязь так по колено Стол там весь завален Там каким-то говнищем Там, я не знаю, рак завален Как будто вообще прям завал Непонятно чего там Такой был скандал Я знаю, это было что-то Я не знаю, я никогда такого скандала не слышала И при том, самое интересное То есть, в этом, во всем скандале Была виновата я Я была одна виновата И все просто стоят и орут на меня И я стою, думаю, блин, что делать Мне хотелось, знаете, куда-то провалиться Сквозь землю Чтобы меня просто вот Куда-то там утекла Там куда-то ушла Там я где-то им отвечала Где-то там это Потом Женька не выдержал Муж И давай на них кричать А те, нет, нет, нет Вот мы просто пытаемся там что-то добиться от нее Там что-то это Она нам не дает Там ты-ты-ты Вот Но этот Он все равно ничем не помог Они в конце концов доорали на меня Не знаю Короче, был просто кошмар И после этого подумала, что Нет С ними наедине Оставаться нельзя На следующий день, когда они пришли снова пообщаться с Димочкой, я просто быстро пулей оделась. Но я уже была одета, уже была кофта, штаны на мне были одеты, они позвонили на домофон. Я уже шахала, как его там... Обкрутила шарф, уже одела шапку, уже одевала куртку, когда они заходили. И они зашли, и я быстро улетела. Знаете, когда я уходила в коридор, было ощущение, как будто я подросток и сбегаю из дома. Вот реально, он был именно такой. Хотя ухожу из своей квартиры только для того, чтобы не слушать вот эти вот скандалы. Да, я какая-то не такая. То есть свекровь меня почему-то считает прям вот женой для своего сыночка, самый-самый-самый худший. Самый там худший. Хотя бывают еще хуже, и она об этом знает. Не знаю почему. Ну, наверное, я тоже свекровь, да? Скоро буду. Лет так через 20, наверное. Может раньше. Я надеюсь, что я не буду такая злая, не буду так мотать нервы всем. Ну, как бы, сама по себе я спокойная. То есть, ну, не знаю. Я думаю, что у нас будет все нормально. Очень сильно надеюсь, не хочу ни с кем ругаться, ни с кем ссориться. Не знаю, мне кажется, все будет хорошо. Вот. Короче, такие вот у меня новости за весь этот период, за все это время. Да. Еще, кстати, у меня такая новость. Я нашла другую подружку. Нашла я чисто случайно. Мы начали общаться. Конечно, мы не общаемся о каких-то там проблемах. То есть, какие у нее там проблемы с ее парнем бывают, или какие у меня дома. То есть, этого у нас нет. И, честно говоря, я очень сильно рада. Потому что предыдущая подружка каждый день звонила. И каждый день у нее там с мужем были какие-то проблемы. Мне приходилось это каждый день выслушивать. То эти проблемы, то эти слезы, то, Наташа, помоги, что делать. То давай мне совет, то это, то, 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 то. Я, знаете, уже так сидела, думаю, боже мой, когда это закончится? Вот. И, наконец-то, это закончилось. Честно, лучше, знаете, вот, чтобы была подружка такая, с которой вот вы, у вас появилось время, вы ей написали. У нее появилось время, она ответила. То есть, мы, в принципе, еще пока особо не созванивались. Общаемся мы, наверное, так месяца полтора-два где-то так. Виделись мы, вернее, виделись мы раза три-четыре где-то. Она приходила ко мне домой. Вот. А гуляли мы один раз. И, честно говоря, эта прогулка была просто офигенная. Я никогда так, вернее, я давно так не смеялась. Реально. С ней настолько весь. Знаете, вот бывают разные люди. Бывают люди, которые вот просто замкнутые, да, вот идут, молчат. Им что-то говоришь, 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 как будто сам с собой разговариваешь. Бывают там, не знаю, еще какие-то такие-сякие, а бывают вот веселые. Что-нибудь там скажешь, начинаешь с этим человеком шутить, начинаешь там смеяться. Он тоже шутит, ты шутишь. И прямо вот это вот классно. Даже, вот знаете, свекровь там считает меня какой-то не такой. Он говорит, что я очень часто что-то говорю плохое людям. Я стала замечать. Ну, я начала за собой уже следить, думала, что правда действительно что-то плохое. Но у нас, получается, знаете, как в семье, то есть в семье моей, моей мамы, моих родителей, принято друг на дружку все время шутить. Что-нибудь там подкалывать, что-то сказать. Что-то сказать по-разному, с разными эмоциями, разными там где-то погрубее сказать. Где-то я подумала, что, наверное, я что-то такое говорю, что для нее считается это не так. А у них в семье, наоборот, все всегда со злостью. Всегда злость, злость. То есть у них нет шуток. Пошутить над кем-то, там, посмеяться, там, просто посмеяться, там, сказать что-то не так, там, ну, улыбнуться, похулиганить, там, пощекотать, побегать, выпрыгнуть из угла, например, как у нас. Вот, то есть у нас дома это в семье принято. То есть и для нее, наверное, вот эти вот мои какие-то разные слова считаются, как злость какая-то, агрессия, наверное. Там, не знаю, что-то такое. Честно говоря, вот мы живем с мужем, у нас все идеально. Чтобы вот так вот, знаете, сильно поссориться, этого не было уже давно. Этого не было уже очень-очень давно. Это было первый год жизни, первые четыре года жизни, наверное. Где-то после четырех, на пятый год жизни, наверное, он закончился. Закончились ссоры, очень редко бывает, там, раз в год, два раза в год, как бы и все. И все, большую часть времени у нас, поскольку там я выросла в семье, где все нас друг дружкой шутят, выпрыгивают из углов, там, с диким ором, то, конечно же, я и осталась точно такая же. Вот, свои полжизни прожитые. И, соответственно, то есть я очень часто выпрыгиваю из угла, пугая Женьку, пугая сына иногда даже. Вот, ему тоже это так нравится, да? Вот, ну это весело, не знаю, мне нравится, жизнь веселья. Вот, а не в какой-то постоянной агрессии, постоянно все плохо, плохо, там, это плохо себя повела, это соседка плохая, это плохая, это плохая. Нет, я так не могу. Видимо, вот она меня считает какой-то не очень хорошим, не очень хорошим человеком, потому что я могу говорить с разными, по разной, о господи, разной эмоцией, разными, нет, разным голосом, может быть, что ли. Там, тот вздохнул, ой, опять, там, что-то она мне спросила квитанции, а, давай квитанции. Я, ой, сейчас, то есть для нее это, может быть, можно понять, то есть я шуткой сказала, ну, в этом нет ничего такого. А для нее, может быть, наверное, не хочет давать мне, там, я ей, там, ты-ты-ты-ты, а она мне, там, ха-ха-ха, там, что-то типа такого. Ну, не знаю, короче, как-то так. Так, какую я, там, вот, короче, вот такие вот дела. Очень много интересного в нашей жизни происходит. Половину, конечно, я снимаю влоги, не снимаю половину. Сейчас я уже стала влогов снимать немножко меньше, потому что вы все равно не смотрите, смысл. Влоги, не снимаю влоги. Не знаю, мне кажется, что нужно, наверное, тему канала менять. Ну, я не знаю, в какую сторону менять. Ну, где-то, наверное, примерно, вот как сейчас, там, то есть вот эти вот болтушки, болтушки с едой там, бук, букбанк, 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 или букбанк, нет, букбанк, ой. Запуталась, ладно. То есть либо вот это, либо что-то такое. Влоги с Димой, наверное, немножечко уже поменьше, он уже растет, он уже, наверное, не настолько вам становится интересен. Просто жизнь в городе, мне кажется, не всем интересна, по сути. Если бы это была жизнь в деревне, жизнь там где-нибудь в Сибири, жизнь там русской девушки в США, или там русская девушка учит английский, может быть, кстати, это было бы очень интересно. Когда там, допустим, англичанка учит русский язык, и мы смотрим, и нам что-то такое невероятное, это реально интересно. Или там парень, когда учит русский язык, там тоже вот что-то такое. А если учит, наверное, девушку английский язык, ну, меня тогда уже будут смотреться, естественно, англичане. Я так думаю, США там и все остальные. Не знаю. Напишите в комментариях, кто-то смотрел до этого момента, какую тематику канала поменять, если то, на какую. Пишите там в комментариях. Кстати, чикобаки мне больше понравились, но мне вот эта вот серединка именно нравится. Она вкусная. Ну, вот, кстати, я выпила чай. Есть у меня, кстати, трубочка со спрайтом. Спрайт всегда вкусный. Если кока-колу покупаешь, она еще бывает там разбавленная какая-то вообще, там то без сахара она не очень вкусная. То еще там какая-то... Оригинал написан, кстати. 500. 500 мегалитров? Что-то 500. Пол-литра почти. Так. Напиток безалкогольный, ароматизированный, сильно газированный. Кофе-кола. Кофе-кола. Такая, кстати, золотая достаточно упаковочка. Такая красивая. Но все равно бутылка темная. И, честно говоря, темная бутылка для меня это значит там налит квас. Не знаю, для меня это так. Когда я первый раз увидела бутылку, я подумала, что это квас. Муж принес, но сказал, что это новая кока-кола появилась. Давайте ее попробуем. Я надеюсь, что я спать буду. Что-то она сильно, не сильно пщикнула. Как, кстати, думаете, какого цвета она внутри? Черный или какой-нибудь синий, красный, зеленый? Напишите в комментариях. Скорее, 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 скорее. Кто досюда досмотрелся, пишите. Ну, кстати, даже так непонятно. Наверное, скорее всего, черный. Может, зеленый? А я бы хотела, чтобы она была синей, правда. Синий было бы круто. Ой. Что-то... Запах, кстати... Запах, кстати, квасом пахнет. Квасом и кока-колой. Что-то еще. Что-то еще такое, чего хочется кашлять очень сильно. Написали? Какой цвет? Синий. Синий, желтый, голубой. Синий, да. Красный, черный. Черный? Наверное, черный. Ну-ка. Черный. Да. Ну, это же кока-кола. Да? То есть, это кофе-кола. Но она у меня, честно-честно, простояла в шкафу несколько месяцев. Поэтому она, наверное, вкус, скорее всего, поменяет. Потому что я все готовила, сготовила, сготовила. Что сейчас мы с вами сядем вот так вот за стол, поболтаем. И никак не получалось. Вот. И, наконец-то, сели. Такой запах. Какой-то, вы знаете, как будто там и квас добавлен, и духи какие-то. Попробуем. Ну, такой похож на кока-кол. Но вот этот вот запах, знаете, мне вспоминается, когда у нас с вами какой-то у нас был там... Был какой-то с вами обзор на коробку конфет. По-моему, даже я позже узнала, что это коробка конфет из светофора. По-моему, мне свекровь, что ли, подарила. Или я купила светофор. Я сейчас уже не помню. Или я потом ее увидела в светофоре. Наверное, потом увидела. И там тоже коробка конфет. И там был у конфет некий такой непонятный привкус. То есть, у дешевого шоколада существует такой непонятный привкус. Там что-то такое добавляют. Такое что-то совсем другое. То есть, этот привкус бывает только у дешевого шоколада. То есть, уже более дорогие марки шоколада, там такого привкуса нет. Здесь вот точно так же. Ну, наверняка, конечно, она была, скорее всего, мне кажется, очень дешево стоила. Мне так кажется. Вот. Хотя здесь, конечно, написано оригинал. Не знаю даже. Тут наверху вообще написано еще по-английски. Адверсус. Адверсус. Просто адверсус. Даже не знаю, честно. Если кто-то с ней знаком. С этой такой вот непонятной кофе-колой. Может, ее кто-то за границей действительно видел. То напишите. Хотя тут по-русски. Здесь что? Тоже по-русски. Она только по-русски. Изготовление. Так, в России. Пенза. Пенза. Адрес производителя. Тоже Пенза. Нет, скорее всего, это какая-то просто подделка. Какой-нибудь самый дешевый. Не знаю. Хотя в магазине я, честно говоря, не видела. Не знаю, где я муж купил. Такой плитку, знаете, вкус духов какой-то. Зря я налила так много. Или, может, у меня там в шкафу протух. Хотя, честно говоря, в шкафу он стоял вместе с продуктами. То есть, он бывает такое, то, что я замечала как-то очень давно еще, когда мы только-только с мужем начинали жить. Я замечала, что какой-то продукт очень долго, например, стоит рядом где-то там с кремами, духами, там еще где-то. Он на них начинает питаться. И потом ешь этот продукт и понимаешь, что он пахнет твоими духами. То есть, вот такой момент есть. Но здесь же нет, он не стоял. Не могу больше пить это. Что-то это прям вообще какое-то невкусное. А, даже может быть оно фикс прайс, может продавалось. Надо это все закусить конфетками. Красная шапочка. Ох. Отдам мужу, пускай пьет. Даже состав читать не буду. Так, конфетка у нас с вами. Красный Октябрь. Кстати, вот интересно. Может быть, кто помнит Красная шапочка. В наши советские времена, 90-е. Кто был производитель Красной шапочкой? Тоже Красный Октябрь или нет? Мне кажется, что нет, скорее всего. Какая-нибудь другая, наверняка, фабрика была. Вот, потому что Красный Октябрь, я сейчас замечаю не только Красная шапочка, а есть и какие-то еще тоже. Не знаю, мне кажется, она вкус уже наверняка поменялась. Я помню, с детства Красная шапочка, Мишка. Еще была какая-то конфетка такая же с ананасом. Но она очень редко у нас была дома. В основном Красная шапочка, Мишка вот бывает, но тоже иногда. И Куйбышевский. Вот Куйбышевский, я помню, мне прям вообще так нравились вообще. Это было вообще что-то. Потом я помню, как-то раз пошла в наш самарский магазин, самарские конфеты, что оно называется, и купила там вот эти Куйбышевский целый килограмм. Принесла домой, попробовала, мне не понравилось. Совершенно другой вкус. Пришла в тот же самый магазин, сказала, что я уже попробовала, мне не понравилось. Мне сказали, что это были разные смены. То есть, получается, у нас по жизни, знаете, как так. Первая смена, например, готовит плохо. То есть, они как-то по-своему какой-то рецепт добавляют. А вторая смена готовит немножечко получше. И получается, что как бы одна конфета, одна упаковка, но вкус разный. Здесь вкуснее, а здесь немножко другой. И потом в какой-то момент я попробовала другой смены, где-то там конфеты, тоже Куйбышевский. Мне понравилось. Вкусно. Также, допустим, как-то у меня раз было с краской. Краска для, чтобы сено, дерево красить. Что-то там покупала, покупала, покупала. А там купила сколько-то красок. Там утащила, значит, на дачу привезла. Ну, и тяжелые же. Покрасила. И там чуть-чуть у меня осталась, голубая краска у меня была, чуть-чуть осталась. Надо, думаю, еще покупать. Еще купила, привезла, значит, начинаю красить дальше и понимаю, что это другой цвет. Хотя там нарисовываю, что это тот цвет. И получается, что там у меня была второй смены, голубая краска. А первая смена краска получается не совсем голубой, а больше, наверное, с какой-то там оттенком зеленоватого. И, блин, это вообще-то был такой шок для меня. Блин, думаю, так бывает разве? Почему не сделать тогда два разных цвета? Это голубой, это там бирюзовый, это там зеленый, там какой-то там коричневый, например. И все. И потом уже после этого я приехала, начала уже смотреть, искать именно ту смену, которая мне была нужна. Также, например, с хлебом. Первая, там смена, например, готовят у них вкусный хлеб, там нереально просто вкусный. Вторая смена у них там более жесткий хлеб, более какой-то там непонятно другой. То есть, такое, в принципе, везде. Напишите, кстати, в комментариях, как у вас. Попадалось когда-нибудь у вас такое или нет. Так, просто шапчика. Ага, вкусный. Все. И пустая. Я помню, съешь конфетку в детстве и потом где-нибудь ее вот так положишь. Сестра идет, конфетка идет, цап, и сминается она. Я помню, еще в детстве была мечта сделать какой-нибудь такой камень, взять и сделать его под конфетку и положить туда. Как будто бы я ничего не ела, ничего не съела, как будто конфетка лежит. Ну, что она нелегкая. Не то, что зуб сломает человека, а то, что она нелегкая. Не знаю, сколько мы там с вами наболтали. Наверное, уже очень много. Кстати, у меня здесь букет, смотрите, какой стоит классный. Я его сегодня купила за 100 рублей целых. Чего одной женщины. Спрайль всегда белый, всегда вкусный. Я помню, всегда папа в детстве говорил, что не надо никакой там пить другую лимонадцу, что спрайль будет более натуральный, потому что он прозрачный. Так, здесь у нас вода, регулятор кислотности, лимонная кислота, цитрат натрия, натуральные ароматизаторы, посластитель, калий, еще чего-то там. Изготовлены с разрешения Кока-Колы. Спрайль даже у нас... Я думала, это спрайль вообще там что-то совершенно другое. Может, так есть, не знаю. Прямо как водичка. Как дозированная водичка. Сладенькая. Да, сегодня я прям на ночь наелась с вами конфет, наелась кучу всего, с вами поболтали о том, о сём. В последнее время, кстати, я еще замечаю, что вот эта болезнь блогера, болтание сама с собой, начинает проявляться. Особенно, ну, если еще дома сидишь, там болтаешь с камерой, да, как будто сама с собой болтаешь, то на улице это часто сопровождается каким-нибудь непонятным взглядом от людей. Однажды я недавно не слышала, а недавно была в магазине несколько месяцев назад, по-моему, даже в Ашане, что ли, я была. Там где-то, кстати, ролик есть, как я ходила. И подхожу, ну, и как бы иду там к какому-то прилавку и смотрю, там мужчина ходит, все, что-то ходит, ну, там парень молодой, ходит, что-то туда и сюда, что-то там это. Я так неподалеку встала, на него смотрю, не могу понять, что он хочет, что он делает вообще. И слышу, какой-то диалог идет. Я только повернулась, рядом никого нет. И понимаю, что это он разговаривает. То есть он разговаривает сам с собой. И получается, он идет диалог. Максим, ну что, возьмем вот эту шоколадку? И сам же он отвечает, да нет, что-то я не знаю, мне кажется, она не очень вкусная. Да ну ладно теперь, что-то давай возьмем эту шоколадку. Ну не знаю, вдруг она невкусная? Да ну нет, почему она невкусная? Она же шоколад. Максим, ну давай возьмем. Да ну фиг знает, я не знаю даже. Вот он ходит туда-сюда и сам с собой болтает. И я иду, короче, тоже при себя, немножечко так вслух, сама с собой разговариваю. Ну при этом еще маски, то есть не видно, что губы шевелятся. Я разговариваю сама с собой тихо, то есть меня не слышно, а его получается слышно. И я подхожу и слышу весь этот диалог. И стою, смотрю на этот шоколад, это само любопытно. Я так ухом-ухом наслышу. Он так ворачивается, меня увидел, и я стою, ну как бы слушаю, и начинаю уже сама с собой тоже разговаривать. Вот. Он так повернулся, так посмотрел на меня, сразу замолчал такой, взял эту шоколадку и пошел. А я стою тоже сама с собой болтаю. Это, я не знаю, это было так смешно. На тот момент я подумала, блин, что же я в этот момент до камеры не достала, но надо было стоять с этой камеры. И чтобы камера вот там вот это вот все слышала, вот эта вот часть видео просто записала, как он мучается, ходит туда-сюда, как будто он как будто он какое-то видео записывал. Там раз со мной стороны и он сказал, потом сказал с другой стороны, как будто бы ему кто-то ответил. Потом сказал с этой стороны, потом с этой стороны. То есть было ощущение вот такое вот. Какое-то. Ну, блин, ну, знаете, вот честно он разговаривает сама с собой. Одно дело, когда ты просто вслух разговариваешь, а другое дело, когда он именно себя спрашивает, Максим, ну что, возьмем эту шоколадку? И он же сам себе отвечает, Да ну, не знаю, вдруг она невкусная. Опять же, он там говорит, да, другим голосом, как будто бы там, да ладно, как, знаете, как он на плечах сидит, там, чертик сидит, и ангелок, да, и вот они его там между собой там болтают, да, и его там, да ладно, иди, иди, иди туда, иди. Да нет, она тебе там ничего не сделает. Нет, не ходи, не ходи, там, не надо. Да, вот что тут типа такого. Это очень смотрится странно со стороны. Я помню, когда еще была ребенком, когда я видела, как, слышала, вернее, даже как люди на улице разговаривают сами с собой, мне казалось, что это что-то вот такое вот, честно. Мне как-то всегда сторонилось этих людей. Ну, они разговаривали, как правило, громко, и это было ни о чем. Иногда это была невнятная речь какая-то. Вот. Сейчас, не знаю, мне кажется, очень много людей, которые разговаривают сами с собой на улице. Сегодня я тоже шла по улице, я шла по парку, там никого не было, я видела, что люди там далеки, и как бы я уже прошла рынок, то есть люди остались все там сзади, и я шла просто по улице и разговаривала. Вот громко разговаривала. Ну, прошел мимо мужчина, но он не особо повернулся, мне как-то стрёмно стало, честно, что я иду сама с собой болтаю. Ну, просто уже, знаете, честно, вернее, по привычке. То, что все время с камерой ходишь, да, вот разговариваешь, там на камеру, надо же вам что-то прокомментировать же, правильно? А тут я шла без камер, просто гуляла и болтала сама с собой. Ну, это круто, мне нравится, честно. Вот, мне начинает это очень сильно нравиться. Вот даже дома, когда я одна, дома нету ребенка, я тоже разговариваю сама с собой вслух. Вот. Иногда с ребенком, там ребенок иногда подходит, «Мам, ты с кем разговариваешь там?» Я так начинаю шучиваться, там, говорю, «С тобой?» Там, да? Там что-нибудь типа такого. Вот, не знаю. Ну, это болезнь блогера, мне кажется, это нормально. Ничего. Разные болезни бывают, это не болезнь, это так. Так, просто. Так, давайте съедаем с вами последний шоколад. Не знаю, сколько там времени прошло, все ли я вам там рассказала или нет, я даже уже не помню. Совсем мне нечем кусать, теперь стало. Вот так вот, берегите свои зубы, берегите, не нервничайте. Даже, знаете, от нервов все болезни. Вот от нервов могут у вас выпасть зубы. Если вы будете часто нервничать. Вот я нервничала много, у меня все зубки выпали, видите? Я теперь страдаю, я не могу кусать теперь. Я бы знала, что от нервов все болезни. Я бы, может быть, не нервничала, хотя не знаю, навряд ли. Он даже пахнет. Дурно пахнет вот этот вот. Лимонад непонятный. Кстати, знаете, что? Вот эти вот штучки, вот конкретно вот это я не знаю, хотя нет, тоже может подойти. Если у нее один слой отодрать, и вы рисуете, допустим, акварелью или гуашью, то она вам может сделать иногда непонятный рисунок. Правда, я не помню, как он там делается, но он делается, короче, он круто делается. Вот. А из всяких, допустим, вот таких вот коробочек я делаю закладки. Много закладок, особенно, когда много цветочков, цветочков, да, вы просто вот эти вот нижние отрезаете и вырезаете вот так вот полосочками. Складываете, берете книгу, читать раз, берете закладку. То есть, не какую-то там непонятную бумажечку, там непонятное это, там иногда там ключи закладывают. У меня так один друг был, он заложил, короче, читал книгу, сидел дома, читал книгу. И тут там кто-то позвонил срочно, там что-то куда-то там или пришел, что ли, кто-то, ему надо было эту книжку заложить. На столе лежали ключи. Он взял эти ключи, короче, книгу заложил и куда-то ее там убрал, куда-то там наверх. Вот. Ну, там кто-то, гость пришел, посидел туда-сюда, там ему нужно было куда-то идти. Ну, не можно найти ключи. Ищет, ищет, а дома он жил один. Запасных, видимо, ключей не было. Ищет, ищет, короче, не нашел, потерял. Ну, и книгу, соответственно, он убрал, он про нее забыл. Какую книгу он там читал, там, что там, может быть, он на время там, может быть, нужно было что-то в этой книге найти, потом, может, он ее в книжный шкаф убрал, там, я не знаю, короче. А ему идти на работу надо еще. Вот. Ну, ладно, что же теперь, ну, нет или нет ключей. Ну, спокойно, просто оделся, вышел, эту дверь просто захлопнул. При том, то, что это было, наверное, лет так 10 назад. То есть, ну, это не было там никакие советские времена, или там, ну, как бы, воровство это было, оно есть, оно было и будет. Вот, в доме стоял домофон, дом был пятиэтажный, что ли. Он был кирпичный, кирпичный, да, но я не помню, был там лифт или нет. Вот, честно, не помню. Он просто уходил на работу, просто захлопнула эту дверь, то есть, она без внутреннего замка, то есть, без защелки, просто вот она захлопнулась, и все, он уходил на работу, вечером он приходил с работы, дверь так же закрыта, то есть, никто не зашел. Он пришел, так же захлопнул дверь, там закрылся на замок, с утра, и вот так, он, наверное, с месяца или два, наверное, ходил. То есть, ну, нет ключа, пропал ключ, все, нет. Я, по-моему, пришла в гости, он, ну, что, пойдем там, что-то куда-то там надо было. И раз, смотрю, он дверь просто захлопнул и ушел. Я говорю, подожди, а ты закрывать на замок, будешь? Я потерял ключ. Как так? Подожди, давай вспоминать. Когда-то, после, не раз, ой, давно увидела. Что сделал при этом? Ой, не помню. И потом, в какой-то момент, он какую-то книжку, там, нужно было ему дочитать, или он вспомнил про эту книгу, не знаю, он открывает, короче, эту книгу, и там лежит ключ. И вообще, я не знаю, для него это было что-то. То есть, он уже привык жить без ключа. Плюс к этому, там был домофон, то есть, домофон, он приходил домой, он звонил в какую-нибудь квартиру. Иногда не открывали. Иногда он просто стоял около этого домофонной двери, пока кто-нибудь выйдет, или кто-нибудь зайдет, чтобы просто зайти домой. То есть, это приходилось даже вот так вот. За все это время, он говорит, ну, там, один раз был там какой-то друг, к нему пришел, то есть, оказалась дверь открыта. Ну, это уже друг рассказывает, и открыл дверь, крикнул его, то есть, никого нету дома, и просто заклопнул дверь, и ушел. То есть, и все. Ну, никто не зашел за это время, никто ничего не своровал, не украл, но в основном у людей все двери закрыты. Сейчас уже. Мне кажется, навряд ли пойдешь, какую-нибудь там дверь дернешь, и она окажется открытая. Навряд ли. Ну, это именно вот сейчас. Хотя, вот, честно говоря, я помню, когда мы с мамой переехали на другую квартиру, и там мы поставили дверь, которая вот именно... Ну, сейчас вот модно, вот эти вот замки, то есть, ручку поворачиваешь, и дверь открывается. Сейчас модно. А тогда это было где-то конец девяностых, или начало тысячных годов, чуть не сказала ли это, кстати. И я помню, все время нам кто-то, какие-то люди все время приходили. То почтальон, то там проверка газа, то проверка счетчика, то там еще какие-то люди непонятные. Постоянно вот кто-то приходил, приходил, я помню, прямо одно время, что-то не каждый день приходили разные люди. И все эти люди почему-то дергались за эту ручку. И обязательно им нужно повернуть вниз и дернуть. И каждый день кто-то дын-дын. Позвонили, не открывает. Дын-дын, дын-дын. И вот, знаете, я все время ребенком тогда была. Мне было, наверное, лет так 14 где-то. Я все время себе задавала вопрос, зачем они дергают эту дверь? Зачем? Ну, окажется, она, допустим, открытая. Что дальше? Они зайдут, своруют, уйдут? Или они крикнут? И мне, знаете, все время было страшно. Когда мне звонили в дверь, я сразу подумала, блин, она у меня закрыта? Мне все время было страшно, сейчас человек зайдет. Мне даже в какой-то момент с ней весны, как я забывала закрывать дверь, как заходили какие-то неизвестные люди, там что-то искали, люди с автоматами как будто заходили. Вот это вот страх даже был. Не знаю, вот зачем дергать? Может, просто людям захотелось именно дернуть эту дверь? Может, для них это казалось необычная ручка дверная, ее хотелось потрогать или попробовать? Я даже не знаю, мне непонятно вот это вот до сих пор. Вот, сейчас, слава Богу, уже никто не дергает, приходит, просто звонят на дверь, если никто не открывает, просто уходят. Вот, слава Богу. Раньше, конечно, не знаю, кто из вас досмотрел уже досюда, напишите в комментариях, зачем дергают дверь. открыть ее, зайти, спросить. Ну, сейчас уже реже, кстати, ходят, мне кажется, по квартирам, раньше было чаще. Так, ну что, мы с вами уже очень много съели, очень много выпили, все, по-моему, даже попробовали, поболтали с вами обо всем. Надеюсь, что обо всем. Вот, и я думаю, что можно нам с вами закачивать. Кстати, да, зайка тоже. Я только не договорила этим зайка, наверное, этим я просто вот так вот возьму и вырежу этого зайку, и не знаю, что я буду с ним делать. Я еще не решила, что я буду с ним делать, или даже, может быть, каким-то вот так вот квадратиком, может быть, вырежу, в какую-то рамку поставлю, или файл положу. Не знаю, короче, мне этот зайка очень сильно нравится. Я люблю такие картинки интересные. Вот, или, может, оставлю. Нет, я не вырежу. Надо вырезать. А то слишком большая коробка, а так будет немножечко поменьше. Фух, на одном дыхании с вами поболтали. Я надеюсь, что мы с вами еще раз вот так же сядем и еще раз с вами поболтаем. Спокойненько, в тишине, в спокойствии поболтаем обо всем. Я надеюсь, что вам понравилось. Ставьте лайки. Вот, я надеюсь, что я вам все рассказала. Не знаю, по-моему, все. Вот, у меня уже время 2 часа ночи 44 минуты. Это почти 3 часа ночи. Сейчас я быстренько убираю все тут и ложусь спать. Вот, я надеюсь, что этот гадкий напиток у меня сон не заберет, потому что тут кофе, кола. Кто его знает, что там за кофе, что там за кола. Вот. Все, всем спасибо за просмотр. С вами был канал Артмания. Ставьте лайки, пишите комментарии за свои отзывы. Какие-то там, а, кому хочется ремонт, чтобы я показала, пишите, я-я-я. Там, что-то еще я вас просила написать, я сейчас уже не помню. Увидите там. Смотрите другие ролики наши, влоги, обзоры на продукты, обзоры на технику. И всем пока-пока. С вами был канал Артмания.